Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы с вами снова видео на проекте Мазин Холиплей. Сегодня будет довольно таки интересная серия, я пошел играть в казино спустя долгое время на крупные ставочки. И вы сегодня увидите, что из этого получилось. Также я посмотрел систему спортзала, она довольно таки прикольная, поэтому советую вам тоже ее посмотреть. Ну и также поехал, посмотрел небольшие обновления, которые добавили, поэтому пацаны смотрите видео от начала до конца. Также вам пацаны очень большое спасибо, нас на канале уже 18 тысяч подписчиков, вы реально просто красавчики, большое спасибо всем, кто подписан на меня, мне реально очень приятно. Следующая цель пацаны это 20 тысяч подписчиков, надеюсь мы сможем добить эту цифру уже до лета. И в честь такого праздника 18 тысяч подписчиков я решил запустить конкурс в своей группе ВКонтакте, поэтому пацаны переходите по ссылке, участвуйте, конкурс на 5 миллионов, 5 праздовых мест по миллиону, поэтому шанс выиграть очень большой. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Итак пацаны, как вы поняли, я сегодня пойду в казино, мы поиграем, потому что я давно там не играл, да я играл чисто там далее выполнял, именно ежедневные задания, а именно чисто так на большие ставочки я очень давно не играл. Последняя серия про казино была в прошлом году пацаны, чтобы вы понимали, то есть около 5 месяцев назад, ну это плюс-минус. Я взял с собой 2,5 миллиона, сейчас поедем, посмотрим, что у нас там получится. Я кстати вообще не заходил сегодня, вот первый раз зашел и решил серийку записать, потому что на канале серии не было уже 3 дня. Но скорее всего эта серия выйдет завтра, потому что я пока ее отмонтирую, это будет уже поздно, поэтому выложу завтра. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм пацаны, у меня новые наушники, такие же самые как и у меня и были, просто новые, потому что тем уже жопа пришла, они уже облезли там туда-сюда, но кто на инсту подписан, тот пацаны знает. Также я себе купил велосипед пацаны, тоже кому интересно, фоточка будет там в инстаграме где-то, поэтому заходите, подписывайтесь на инстаграм, потому что если я куда-то пропадаю, вся информация именно в инстаграме. Я сторисы снимаю, фоточки выкладываю, поэтому обязательно подписывайтесь на инстаграм. Я хочу в инстаграме хотя бы тысячу подписчиков сделать, и будет реально очень круто. Так, сейчас будет ставочка на 300 тысяч. Бля, я уже заебался ждать, пацаны. Почему так все сложно в казино, я не понимаю. Ну, серьезно, что за бред? Просто я полчаса не могу найти того, с кем можно поиграть нормальной ставкой. Максимальная ставка это 300 тысяч. Хотя вообще никто не хочет играть нормально. Давайте на восьмерочки кину. 12 упадает. Вообще по кайфу. Просто по кайфу, пацаны. Я выиграл. Но я не в большом плюсе, это вообще ни о чем. Так, давайте ставочку делаем. О, на 500 тысяч он будет играть. Давайте на семерочки кину. 8. Выпадает 8. У него 11 упало, пиздец. Ну, давайте ставку еще поставлю. Давайте на восьмерки в этот раз кинем. Хотя, мне кажется, разницы нету. На десятки кидаю, 8 обратно. Бля, ну если у него больше упадет, это пиздец будет. Реально. Давай. Обратно 11. Да что за это за хуйня? Короче, не буду вообще кидать, походу. Не, давайте на пятерки кину. 4 выпало. 6. Тупо минус лям ебать. Я, походу, сейчас все бабки проебу просто в сухую. Ну, похуй, это просто верты. Так, ставку давайте делаем. Проебу так проебу. Не проебу. Заебись. Не. 400 тысяч. Не хочу. Да. Фух. Так, давайте на восьмерки кину. Десятка выпадает. Тоже десятка. 7. Сейчас он больше упадет, по-любому. Я слил все бабки. 11. Я же говорил ебать. Тупо все бабки слил. Наигрался называется, короче. Все. Можно, в принципе, уходить. Так, пацаны. Давно хотел посмотреть систему спортзала. Имена. Так, давай, заходи. И он закрыт. А, не открыт. Так, спортзал южный. Господи с лямов. Типа, здесь же интерьер обновили и систему с собой обновили. А, у вас нет абонемента. Так, давайте купим абонемент. Надеюсь, он не сильно дорогой. Потому что я с собой взял всего лишь 120 тысяч. Чтобы заниматься в спортзале, вам нужно приобрести абонемент. Стоимость 15 тысяч. Понял. Просто мне реально очень было давно интересно. Типа, что здесь вообще нужно делать. И давайте сейчас вместе это посмотрим. Чтобы середина такая уж короткая была. Про казино. Типа, да, я слил. Но мне абсолютно все равно. Потому что, ну, это просто верты, пацаны. Это просто игра. Это просто верты. Поэтому огорчаться вообще незачем. И крутим педали, пока пизды не дали. Ну, вы понимаете, да, пацаны. Вы понимаете. Надо крутить педали, пока пизды не дали. Так, Q какая-то. S, U. КТРЛ, 5. Альт, блядь. Ёбаный насос, блядь. Чё так много клавиш? Ладно, если бы они повторялись. А так они постоянно разные. Они постоянно разные. И цифры, и клавиши. Блядь, давай. Сука, блядь. Чё так сложно, нахуй? Так. Q. 8. D. C. Блядь, давай. S. 2. S. Блядь. КТРЛ. 3. А. А, где А. А. Блядь, давай. Крути педали, пока пизды не дали. Блядь, реально сложная хуйня. Блядь, это шо? Вот это? Так, А. Шо это такое, блядь? Так, АЛЬТ. Блядь, давай, крути, сука. Педали, блядь. Сейчас отпизжу, нахуй. Так, КАПС. Space. В. Сука, ебануться, нахуй, блядь. Ебать, они систему, сука, сделали. Я ебал. Ебать, пиздец, реально. Ладно, если на туре клавиши повторялись. Так они каждый раз разные. Ты не знаешь просто, что тебя ожидать. Абонимент, кстати, не сильно дорогой, но его придется каждый раз покупать, как я понял. Приходите к нам в следующем часу, чтобы потренироваться еще. Ведите здоровый образ жизни. В смысле, то есть еще раз я не смогу потренироваться? Кстати, вроде бы, да, мы новые квартиры добавили для рыжиков. Еще и Блэдкарина, по-моему, квартиры, кстати, добавили. Поехали, посмотрим, наверное, что там добавили. Потому что, ну, я видел в группе, то, что Блэдкарина квартиры добавили. Но их можно покупать до 15 уровня. Если у вас будет высший уровень, то вы его купить не сможете. Так, я вроде бы нашел квартиры. Кстати, вот это такое пиздатое место, я вам скажу. Да, это подъезд. Ну, типа, если бы не нужно было машины чинить, я бы, честно, жил бы даже в квартире. На самом-то деле. Так, вот подъезд, короче, Блэдкарина. Давайте зайдем. Посмотрим, так сказать. Что у нас тут есть интересного. Что, мне игра залагала ли что? А, во, наконец-то. Ебать, я долго заходил. Так, тут уже купил, чувак, квартирку. 100 тысяч, они, кстати, стоят. Не, ну, для новичков, мне кажется, нормально. Просто, блин, я, конечно, все понимаю, что, типа, для новичков там квартиры они сделали. Ну, а как отсюда они будут добираться? Тут же вообще нету ни аренды, ни автосалона, ничего здесь нету. То есть, если вы покупаете квартиру, у вас по-любому должна быть своя уже машина. Ну, либо хотя бы велосипед, либо скутер. Не, ну, 100 тысяч, в принципе, нормально, чё. Не, ну, так, кстати, прикольно то, что начали этот Карина заселять. Возможно, сюда что-то еще новое добавят. Кстати, возможно, сюда бизнес, мне кажется, добавят какой-то 24 на 7 по-любому. Кстати, пацаны, насчет особняков, потому что последнее видео по Мазингу было именно про особняки и про светофоры. И особняки уже, ну, как бы, поставили чекпоинт на них. Вот тут ГОСКа 30 лямов. Но, кстати, не везде одинаковая ГОСКа, потому что я смотрел, в батареева вообще ГОСКа, по-моему, 90 миллионов. А та, которая возле порта, тоже, ну, особняк тот, там тоже ГОСКа 30 миллионов. Ну, то есть, как бы, я не понимаю, от чего цены зависят. Но некоторые особняки 30 миллионов стоят, некоторые 70 миллионов, а некоторые 90 миллионов. То есть, цены реально просто разные все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok